Пока рассаду украшает лишь оранжерея, но совсем скоро петунии, бегонии и бархатцы преобразят территорию города. В этом сезоне готовят к высадке порядка полутора миллионов растений. Здесь и сорта, которые радуют горожан из года в год, и цветочные новинки. Всего более 40 видов. У нас показала хорошая загазованность нашего города. Бегония, петуния, тагетис, виола также неплохо себя. Сальвия, а петунии у нас каждый год мы выращиваем новые сорта петунии разного цвета. Это от белых до пурпурных. В теплицах работа с пассивным материалом идет непрерывно. К весенне-летнему сезону начали готовиться еще зимой. Теперь же специалисты заботятся о том, чтобы растения своевременно набирали бутоны, как раз к высадке в открытый грунт. Произойдет это уже в конце апреля, начале мая. Сейчас мы сажаем сезонный цветок, тагетис. В простонародье он называется бархотка. Это достаточно неприхотливый такой цветок, когда он уже взойдет. Да ничего, температура, солнце, влага, вовремя полив. В общем-то ничего такого особенного. Самое главное вовремя посадить, высадить и, конечно, уход. После высадки за цветами будет осуществляться грамотный уход. Периодически клумбы будут обновлять, при необходимости подсаживать новые растения. Для этого существует страховой запас. После высадки будет производиться регулярный полив, прополка по мере необходимости, удаление отцветших цветоносов, соответственно, прополка этих цветников. И луковичные цветы у нас высаживаются уже осенью. Особое внимание будет уделено гостевым и туристическим маршрутам. Там площадь устроств цветников составит и 1600 метров квадратных. Это и как сами магистрали, являющиеся туристическими маршрутами гостевыми, так и скверы, которые непосредственно к ним привлекающие. Ландшафтное оформление областной столицы – одна из задач муниципальной программы «Цветущий город». Из года в год площадь высадки растений увеличивается. Так, в текущем году цветами будет задекорировано более 38 тысяч квадратных метров городской территории.